Всем огромнейший привет! Я здесь, я на месте и сегодня продолжение блокбастера под названием коноплянка. Сегодня в центре внимания коноплянка-перцовка, настойка горькая, жгучий перец. Я сегодня супер серьезный. Обрели. Аж непривычно. Ну, цвет, скажем так, доходяжный. Прям вообще. Еле-еле-еле, чуть-чуть вот, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Аж непривычно для перцовки. А запах сладко-пряный. И перцем больше душистым. И какой-то специей. Ладно, пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Коноплянка. Слушайте, ну она хотя бы жжется. Ни крапива, ни урожай. Но перчик ощущается внушительно. И к этому перчику добавляется какая-то травка. Ну вот я не скажу, что прям аптека, но травка чувствуется. Это такая яркая. И дальше какая-то вот пряность. Что-то такое кондитерско-кулинарное. И потом, ну во-первых, прожигание идет достаточно уверенно. И перец, как будто перчик горошком, жеванул нечаянно. Послевкусие вот до сих пор я ощущаю. Конечно, не пожар, не хиросима, но что-то в этом в любом случае есть. Так, можно и подзапустить. Я сегодня так по-босяцки. Вагон-ресторан-стайл. Сосичка. Поджаренная. Картошечка. Отваренная, потом поджаренная. Все лаконично и просто. Также арбузик моченый. Помидорчик. Ну а теперь давайте исследовать всякие надписи. Произведенные в Белоруссии. Птичка. Перчик. Поговори со мной. Миллион раз про это уже было. Внимание, не заостряем. Это крепость 40, объем 0,5. Так, настойка горькая коноплянка. Жгучий перец. Состав. Вода питьевая исправлена. Спирт альфа. Спиртон настой перца стручкового. Сахар. Мед натуральный. Спиртовый настой овсяных хлопьев. Ароматный спирт зверовое. Экстракт перца стручкового. Так, сахарный колер один простой. Что-то его зажадили-то, если так говорить. Ароматный спирт перца черного. Ароматный спирт перца душистого. Спиртовый настой гвоздики. И перец стручковый. Да, здесь есть перчина. Как будто червячок не успел спрятаться. А где, а где. Так, изготовитель. Минск Кристалл. Беларусь. Город Минск. Но главное все-таки, что сжение и тепло. Перчик в наличии. А вот зверобоя бы и гвоздики я бы вообще выкинул к чертям собачьим. Либо очень сильно подкрутил. Потому что вот эта вот пряность и травка она хорошо ощущается. На первом месте, конечно, здесь перчик. Потом уже начинает заигрывать второй-третьей скрипкой. Ну, что цвет-то такой жидкий получился? Вообще странно. Сахарного колера зажали. Шек-шерек. Ну, еще скажем так. Она не спиртяжная вообще. Она идет достаточно мягко. Ничего тебе не лупит изнутри. Ничего тебе не мучает, не коробит. Ни какой-то ежик, который бежит в свою пещерку. Но все-таки вот как распробуешь, все-таки я бы сказал бы, наверное, сладости тоже многовато, как и вот этих вот специтравок. помидорчиков. Ну, вроде бы даже немножко греет. Хотя я ж молодец. Я нашел время, когда пить перцовку. Нет бы там, может быть, недельки-полторы назад, а может быть, две еще, когда все-таки попрохладнее было. А то у нас днем плюс 15, плюс 16, а батарея еще хренача. Это я такой, ага, да перцовка меня греет. Не, ну мысль интересная. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Есть в описании разные соцсети, есть бусти, где можно меня поддержать. Ну и далее по списку моя традиционная шарманка. Ну да, и на стримы заходите практически каждую субботу вечером. Заранее спасибо и за вас. Давайте еще чуть-чуть, и я с кое-чем сравню. Одно меня здесь радует, что здесь хотя бы одна травишка, хотя бы там чисто зверобой, а не целая палитра, аптечный сбор, травяной чай, и же с ними, и со специями тоже не сильно перегрубили. Хотя, может быть, их количество, да, вот именно во вкусе, я бы сократил. Слова обалденные, а вот музыку я бы переделал. Что-нибудь такое, знаете, как ла-ла. Вот как-то так, вот у меня такие мысли. Нет, все-таки и сладости я бы тоже здесь подкрутил. Когда распробуешь, прям навязчиво. Но, когда опять же распробуешь, в послевкусии жжения становится больше. Особенно, если не перебивать здесь все это дело, и это действительно приближает к какому-то такому каноническому пониманию перцовки. Традиционная магия монтажа, куда же без нее, и появляется на столе настойка горькая АМГ медовая с перцем. Крепа 40. Ну, состав попозже. Пока. Накапаем. Это надо сосиску еще. Помучай, потому что после вкуса долго. Долго. Но опять же, долгое, но не какое-то противное. Вот сразу, смотрите, цвет, да? Вот как будто... Ну, я даже не знаю. Где сахарный колер один-то простой, а? Куда подевали? Здесь тоже перчинка есть. Так, что у нас здесь? Так, освежим памяти состав. Это мне перцовка, в принципе, очень даже неплохо зашла. Кроме ценника тогда. Так, ну, вода. Куда без нее? Без воды вообще тяжело. Спирт люкс. Настой спиртованной перца красного, мед натуральный, настой спиртованной перца душистого, сахарный сироп, настой спиртованной доника, настой спиртованной лимонной корки, сахарный колер один простой, плод красного перца. Здесь тоже, в принципе, не так уж много всего. Супер, мега намешана была. Ну, Лузе Фортуна. Так, ну, на контрасте. Вот если, конечно, не гвоздика и легкий зверобой, то можно было бы сказать, что вообще практически классика. АМГ-шка. Вот сейчас страшную вещь скажу. Вот это будет более жгучее, особенно в начале. УМГ-шки на контрасте. Во вкусе именно больше не такого острого, жгучего, а перчика вот такого, душистого, какого-то такого. Или просто вот, в данном случае, какой-то вот именно перец, может быть, другого сорта, или что-то такое, я не знаю, как это объяснить, потому что здесь более такой, как резкий, как такой маленький взрывчик, такой происходит, и пошло опалять. А здесь более, может быть, горькое, но потом становится и чувствуешь вот именно не остроту, а больше горечью. А вот постороннего, то есть там травишки, специишки, вот больше здесь по вкусу. Но мы еще раз. Ой, как тепло-то теперь. Ой-ой. Ну а теперь сначала АМГшка. Она, кстати, еще и не такая сладкая будет. Больше горькая. Больше горькая такая горечь. Арбузиком. Так, конопляндия. Еще одну страшную штуку скажу. Ну вот так вот уже после второго захода, мне кажется, именно жгучести, жгучести красного перца, такой остринки, то, что, допустим, я ценю в перцовках, здесь, наверное, раза в полтора больше, чем у АМГ. Хотя АМГ, ну, не самая такая плавная и мягкая вещица. Но здесь прям хорошо. Остальное уже это другое. Ладно. АМГ еще когда-нибудь пригодится. Пойдем по итогам. Ну и по традиции, ценник и где купил. Еще одну страшную вещь скажу. Линейка коноплянки у нас продается только в КБ. Соответственно, купил я в КБ. А вот ценник здесь интересно. А вот здесь называется... А кто здесь лошара? А-а-а-а. Покупаю. 349 рублей. Брал, ну, может быть, конец февраля, начало марта. Вот не так уж прям сильно давно. Потом через время за хожевкой бы стоит 299. Приятно, ёпта. ну, конечно, за 299 я считаю, что это вообще прям прям уф, бенжи, булочка. Что мне понравилось? Начнем с плюсов. Это реальная перцовка. Да, это не какая-то вот анисовка, травянка и прочее. Здесь жгучий перец. Хороший, жгучий вкус. И это меня удивило. Потому что, ну, сколько вот особенно последние там разы перцовки берешь, но ты там все что угодно находишь, кроме того, что ты хочешь получить. Я не беру сюда урожай. Но вот тут острый перчик прям ярко ощущается, жгуче. Послевкусие долго, монотонно. Ты его прям долго-долго ощущаешь. Ну и мягко. Не какой-то там колодезный привкус. Все отлично. А вот что, что, что для меня так немножечко спорно кажется. Ну ладно. Уже спасибо, что хотя бы здесь одна травишка и одна специя. Хоть не вот такая вот чудо-полифония с настоем хоботы слоника и прочего. У меня стоит там еще перцовка от царя. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Но если поначалу не так сладко казалось, потом накопительный эффект. Мне кажется, она несколько потом переслажена ощущается. далее. Ну зачем? Ну ё-моё, ну вот этот гвоздика зверобой, ну или там со всеми чуть-чуть, ну зачем? Ну они прям хорошо ощущаются. Мне это не нравится. Но это мнение моё субъективно, вы же сами знаете, что я ни в чём не разбираюсь, со мной не надо соглашаться. Но вот этого я бы немножечко здесь как-то подкрутил да улучшил. Или да ухудшил, зная-то меня. В общем, прислушиваясь к себе, учитывая нынешний ценник, я бы четвёрку коноплянки поставил. Всё-таки действительно перцовка. Ладно, давайте, друзья, за вас и до скорого. и до скорого.